Инструмент. Значит, здесь у нас активная пьезосистема. Здесь крона в холдере. Ее хватает на полгода активного использования. Здесь мы видим эквалайзер, громкость вверх-вниз. Выход на наушники, выход на джек. Причем они могут работать вместе на сцене. Это используется как монитор. Струны Додарю. Интересная реверсная система креплений, чтобы убрать лишнюю длину. Общая длина 90 сантиметров. Отсюда до суда. Материал исполнения клен. Гриф из черного дерева. Благодаря тому, что у нас патентованная технология. Даже сейчас слышно называется. Полый корпус. Это дает малый вес. Фото я прислал. Сколько весит. И акустичность в звуке. То есть ни Yamaha, ни Nes. На прямую линию так звучать не будут, как наш инструмент. Сейчас покажу заднюю часть. Струны крепятся. Вот здесь вот. Бабушки. Гриф. Все размеры соблюдены строго с 4-4 инструмента. Вот пятка. Съемный упор. Упор вот в бок. Тоже все регулируется. По длине выдвигается. Нижняя часть как раз полукругом. Если играешь стоя, она в живот упирается очень удобно. Плюс есть такая штука, как быстроразъемный гриф. Здесь мы видим два штифта. Если ты летишь лоу-постером, можно снять струны, отделить гриф от корпуса и это все дело упаковать в чемодан. По габаритам это все проходит. Шпиль с лунками. Это для игры сидя луночки. Это для игры стоит. То есть там застренный болт, который прижимает шпиль этот вот. И он попадает в лунку и шпиль не скользит. И у шпиля на конце резиновый оконечник, чтобы не скользил на ламинате или кафеле. Плюс свою компанию с такой штукой пускают. То есть он не острый. Такая и лончель. И небольшой звуковой пример. С нюансом чувствительный инструмент. То есть от двух гианов до двух фортов здесь работает. И пиццикадки волшебные. Сейчас звук без эффектов в линию.